Как объяснил Мишел Фукоу, начиная с XVI века, теория и практики европейских государств проводят различия между общественным знанием и государственными секретами. Отдавая отчет в том, что наиболее важным государственным секретом являются именно навыки и технологии, вовлеченные в манипуляции общественным знанием и общественным мнением. Как сказал Фукоу в своей 10 лекции курса 1977-1908 годов в Коллеже Франц, можно добавить к этому определенное число других элементов, таких, например, как проблема секрета. На самом деле знание, что государство должно сформироваться само и на собственной основе, это знание рискует потерять некоторое количество своих следствий и не дать тех результатов, которые ожидаются, если в сущности всему миру известно, что же происходит. В частности, враги государства, соперники государства не должны знать, каковы реальные ресурсы, богатства, люди, которыми оно располагает. Так необходимость секрета. Аркана империи, секреты власти и, в частности, статистика длительное время рассматривалась как секрет власти, не подлежащий разглашению. Наконец, в-третьих, все еще на этом уровне практики истины проблема публики, то есть государственный интерес должен вмешиваться в сознание людей, не просто, чтобы навязать им некоторое количество истинных или ложных верований, как, например, тогда, когда правители желают верить в свою легитимность или в неправомощность своих соперников, но таким способом, чтобы их мнение было бы изменено, а вместе с их мнением и способ действия людей, их манеры, их поведение в качестве академических субъектов, их поведение в качестве политических субъектов, Именно эта работа общественного мнения становится одним из аспектов политики истинной в государственном интересе. Комментарий Фуко имеет очевидное прямое отношение к теме нашей конференции, теории заговора. Согласно его основному тезису, когда общество считает, что им манипулирует государство, что государство ему льжет, это более или менее верно отражает действительность. В самом общем случае, так как это описывает исследователи, например, как замечает антрополог Джордж Маркос в своей статье в сборнике 99-го года «Паранойя within reason», теория заговора заключается в представлениях о том, что государство манипулирует общественным знанием о механизмах власти, скрывая глубокую и угрожающую истинную реальность, находящуюся по ту сторону поверхностной реальности. Которая всем открыто предъявляется. Согласно этим представлениям существует скрытое правительство, которое действует согласно иной логике, служа иным интересам, нежели те, которым мы учимся в школе. То есть вот тут полное совпадение между Фуко и Маркос. У нас паранойя within reason, как Маркос утверждает, это точно within reason. У нас есть все основания участвовать в теориях заговора, потому что некоторые теории заговора, на самом деле, это правдивые теории. Ну, например, все-таки есть ложные теории заговора. Это, например, Рузвелл или Area 51 или свидетельство о рождении Обамы. И можно, конечно, смеяться над подобными историями. Но также нужно заметить, что чрезмерное умножение теории заговора в современных обществах угрожает основанием системы государственных секретов и управлением населением, которую описывает Фуко. Но, независимо от того, верна ли или нет конкретная теория заговора, и позвольте добавить, что я лично сомневаюсь насчет того, что правительство США скрывает летательный аппарат пришельцев где-то в Неваде. Но когда общество в целом убеждается в том, что государство его обманывает, можно предположить, что государству становится значительно сложнее осуществлять эффективные манипуляции с общественным знанием, которые необходимы для его функционирования. Тем не менее, случай современной России показывает, что это не совсем тот случай, поскольку теория заговора превращается в замечательно действенное орудие в себе и для себя, для манипулирования общественным мнением. То есть, производство той версии реальности, которая основывается на теории заговора, в действительности может быть действенным инструментом осуществления государством своих задач. Теперь, я мог бы предложить некоторое количество хорошо известных примеров в подтверждении этого тезиса. Мы могли бы поговорить о продвигаемом государственном утверждении, что именно ЦРУ стоит за цветными революциями, что государственный департамент США спонсировал протестные движения 2011-2012 годов. Мы могли бы обсудить предложение, сделанное на прошлой неделе с председателем Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, что Советский Союз распался в результате инспирированной американцами этнической розни в советских республиках, Латвии, Эстонии и Грузии, которые сами по себе счастливо жили бы согласно советским принципам братства народов без этого. Или мы могли бы обратить внимание на удивительный взброс в медиасферу разнородных теорий о трагическом крушении рейса 17 Малайзийской авиалинии летом 2014 года, включая версию, что это был на самом деле тот же самый самолет, который пропал без вести как Малайзийский рейс 370 в марте того же года в Индийском океане. Но вместо того давайте посмотрим на более интересный пример с точки зрения визуальных эффектов, который также совсем недавно появился. Это видеоклип, который распространялся в социальных сетях на прошлой неделе и который объясняет правила современного мира, по которым англосаксы, это я, кстати, управляют глобальными процессами согласно собственным интересам. Когда я повесил этот клип в свою собственную ленту в фейсбуке, как интересный материал, Константин Богданов, которого нет сегодня, к сожалению, он сразу же мне сообщил, что этот клип является обычной мерзостью. Благодаря замечанию Константина мы можем сделать вывод, что мы имеем дело с прекрасной иллюстрацией мейнстрима современной русской конспирологии. Посмотрим краткий фрагмент из этого замечательного клипа. Как устроен современный нам глобальный мир? На чем он основан? Где тут взвод законов и правил, на которые все опирается? Что за таинственный мировой устав обеспечивает такие впечатляющие успехи американской цивилизации? Устав ООН? Международные конвенции? Или, может, им помогают священные тексты мировых религий? Нет. Просто с момента крушения СССР весь современный мир жил по их правилам. Каждый из нас видит, как работают эти мировые правила каждый день. Каждый видит, но не каждый замечает. Давайте попробуем их сформулировать. Окей, и еще один. По правилам, описанным выше, сталкиваются с правилами международных СМИ. Оно гласит, что любой человек или государство может быть описано как заслуживающее возмездие. Международные СМИ определяют, где добро и где зло. Именно они маркируют, кто бы, невинная жертва или достойная жертва справедливого возмездия. Англосаксы имитируют не только доллары, но и метки зла и добра, а также метки отвержения, вплоть до смерти. Именно поэтому убит Каддафи. Милошевич, Саддам Хусей, а сейчас пытаются убить Асада. А чтобы мы не волновались, нам сначала показывают, как они воюют в собственной стране против мирного населения. В мире, где правда не то, что случилось, а то, что показали по СНН, правила международных СМИ позволяют стравить людей в любой стране. Но убивают потом именно того, кто не согласился жить по их правилам. Международные СМИ объявили Каддафи злодеем. И спустя год показали, как его труп выставили в мясной лавке на всеобщее обозрение в назидание... Достаточно. Так, этот пример может показаться ничем не примечательным и совершенно не входящим в противоречии с тем, что говорит Фуко. Это пример того, как одно государство ощущает угрозу со стороны других государств, цель которых состоит в том, чтобы поразить наше общество, манипулируя социальной реальностью в их интересах. Иными словами, это просто патриотический призыв к оружию, мы больше не будем жертвами обмана и встанем как один вместе с президентом Путиным за правду против великой американской лжи. Но это не исчерпывает функциональность теории заговора в современной России, поскольку российская государство создает теории заговора согласно своей собственной логике. Друзья, позвольте прежде всего отметить, и возможно это самое важное, что то, что действия власти в России носят непрозрачный характер. Ни один из аналитиков не имеет четкого представления о том, каким образом, например, принимались наиболее важные решения в современной российской политической истории. Как, например, Путин был выбран в качестве преемника Ельцина? Было ли президентство Медведева искренней добросовестной попыткой осуществить переход власти, которая была прервана? Или это с самого начала был план по возвращению Путина к власти в 2012 году? И так далее. Создание теории заговора, направленной на саму себя в контексте характерной прозрачности механизмов власти, в полном мире расцвело во время украинского кризиса 2014 года. Начиная с 2014 года и по настоящий момент представители российского государства настойчиво посылают сигнал, что государство, представленное в рамках общественных коммуникаций, есть лишь внешняя поверхность, за которой прячутся другие механизмы и другая реальность. Позвольте напомнить о маленьких зеленых человечках и отказе российского государства признать их принадлежность или о повторяющихся утверждениях представителей власти относительно гибридной войны на востоке Украины, отрицающих присутствие российских войск, но сопровождающихся вполне откровенными и открытыми ироническими укмыльками и подмигиваниями. Вот, к примеру, мое любимое высказывание Шойгу относительно присутствия российской армии на востоке Украины в июле 2014 года. Вот, да, трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Это тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая. Я могу лишь рискнуть высказать догадку относительно того, как ко всему этому относятся рядовые россияне. Конечно, могут быть такие, кто искренне обманываются, веря в то, что им говорят и доверяют тому, что сфабриковано как поверхностный уровень правды. Действительно, и в нынешнюю эпоху медиатехнологии, в нынешнюю эпоху медиатехнологии нет оснований предполагать, что все будут интерпретировать реальность одним единственным способом. Так что все-таки можно предположить, что многие потребители российских медиа и, вероятно, большинство образованных представителей городского технократического класса принимают значительно более циничную позицию. Все медиа и официальные заявления о реальности в любом случае ложны. Таким образом, в наших коллективных интересах мы нуждаемся в более эффективном производстве лжи, нежели это могут делать наши противники. Кроме того, необходимо заметить, что создание политического авторитета внутри таких отношений между государством и обществом работает совершенно иным образом в сравнении с тем, как его понимает Фуко. Россияне знают, что политика – это грязное дело, что истинно есть фикция, созданная в чьих-то интересах, и что дело власти – обманивать простаков. Дело власти – это обманивать простаков. Они позволяют себе идентифицироваться с властью на основе разделяемого знания о том, что государство лжет, в отличие от обманутых простаков, которые верят в то, что им говорят. Это форма постмодерной политической идентификации, согласно которой можно любить государство не потому, что веришь в то, что тебе говорят, а потому, что ты идентифицируешься с его изобретательными манипуляциями с истиной. В этой модели общественной жизни и действий государства отношение теории заговора к реальности разворачивается на 180 градусов. Секрет, который скрывает государство, состоит уже не в том, что оно манипулирует общественным знанием, но в том, что ключевым средством манипулирования общественным знанием является мастерское развертывание манипулирования общественным знанием. Это стратегическое вписывание теории заговора представляет собой новую технологию, которую нужно охранять как государственный секрет, как прежде это делалось в отношении статистики. Следующий отдел моего доклада называется «Как мы сюда попали?» или «Флиг кунстверг Путин». Американский политолог Эндрю Уилсон определяет российскую политическую культуру эпохи Путина как своего рода виртуальная политика, утверждая, что лучшее ее описание можно найти в романе Виктора Пелевина «Generation P», о котором уже шли дискуссии на этой конференции, который рассказывает о пиарщиках и рекламщиках, которые искусственно производят не только имидж политиков, но даже существование политических фигур, которые в конце концов являются просто медиапроекциями. Как мы заметили вчера, Пелевин не первый писатель-постмодернист, который применяет конспирологию в своих произведениях. Эта традиция начинается с первого постмодернистического романа имя «Розы» Умберто Экко. Все, наверное, знакомы с идеей, что постмодернизм бывает доброкачественным и злокачественным. Первый, как в случае с этими романами, позиционируется как путь к освобождению от идеологических иллюзий. Второй опирается на постмодернистском понимании фиктивного характера общественного знания и идеологических истин и превращает публичный дискурс, политику, рекламу и так далее в циничную игру в пользу власти истаблишмента. Все также, наверное, знакомы с идеей, что политическая жизнь 2000-х вообще и на Западе, и здесь все более и более является примером этого второго злокачественного постмодернизма. Она темный наследник постмодернистских философских поворотов 70-х и 80-х годов. Путин, Сурков, Дугин и так далее. Это представители глобального тренда, который проявляется на Западе в фигурах Буша-младшего и его главного советника Карла Роуа, который, как известно, на вопрос журналиста о соответствии политики Белого дома с реальностью сообщил, что мы сами создаем нашу реальность. Когда мы объявляем, что Роуф, Путин, Сурков, Буш являются наследниками ЭКО, Михаила Эпштейна, Дмитрия Пригова и так далее, мы можем это говорить без обвинения последних в каких-нибудь злых намерениях. Момент постмодернизма действительно принес определенную эмансипацию от иллюзии. Тогда. Но история длина. Действительно длина. И постмодернизмический поворот 70-х и 80-х годов это не единственное наследие, которым воспользовалась политическая культура эпохи Путина. Вспомним знаменитое изречение Маркса, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. На мой взгляд, развитие эстетической политической истории последних 25 лет повторяет кооптацию эмансипаторной энергии авангарда сталинским режимом, который описал Борис Гройс 30 лет назад в его эссе «Гезант Констант Сталин». Давайте вкратце вспоминать анализ Гройса. Авангард мечтал о тотальной трансформации действительности инструментами социальной инженерии и согласно собственных эстетических принципов о перестройке мира в целом путем насильственного создания новой действительности и новой человеческой природы. Это была мечта о тотальном контроле над миром, который, наконец, начал бы идеально функционировать и который стал бы тотально познаваемым. Но в конце концов, как объяснил Гройс, эту программу осуществил Сталин в иронической и тиранической кооптации революционной энергии авангарда. Как он писал, цитирую, тем самым исполнилось желание вождя Лефа Маяковского, мечта авангарда о переходе всего искусства под прямой партийный контроль со целью жизнестроительства с Белас. Политики эпохи Путина запустил этот алгоритм в обратном порядке. В конце 80-х годов в России постмодернистские теоретики, как Эпштейн, мечтали об обществе, в котором абсолютных истин и тотального знания мира, характерных для модернистского государства, который построил Сталин, больше не существует. На их место должна была прийти более философски правильный скепсис по отношению к тому, что Франсуа Леоттан называет метанарративы, грандиозные исторические моральные идеологические фреймы. Путинский режим осуществил эту мечту, но не в том виде, в котором Эпштейн ее представил себе. Это милитаризированный постмодернизм, который стал господствующим оружием политического менеджмента России. Это не Gesamtkunstwerk тотального произведения, а намеренно частичное произведение. Flickkunstwerk. По соображениям ограниченности времени мы должны двигаться далее более конспективно. Для действительного понимания постмодернизмской политической культуры в постсоветской России, я думаю, мы должны осознать, что Путин и политическая элита, интересы которой отражают, в определенном смысле всегда была постмодернизмскими в своих практиках, работая в согласии с постмодернизмской позицией с самого начала постсоветской эпохи. Это требует от нас понимания постсоветского транзита новым способом, и чтобы мы сделали небольшое отступление в экономическую теорию. Если мы посмотрим на Generation P Пелевина всерьез, мы увидим, что постсоветская экономическая и политическая жизнь была постмодернизмской с самого начала, с момента коллапса СССР, когда российские бизнесмены и политики начали ткать медиа-иллюзии, чтобы прикрыть обнаженность их примитивной жажды власти. Я полностью согласен с этой хронологией, но я считаю, что Пелевинское описание манер постмодернизмских персонажей ранее по Совете эпохи немного неверно. Как мы помним, друг татарского Марковкин объясняет практики русского бизнеса во второй главе романа, описывая всю экономическую жизнь России как серию пирамид, основанных на задолженности. Бизнесмены занимают деньги у банка, создают то, что выглядит как фирма, покупая факс, офис, джип, водку. А также заказывая рекламу, чтобы все это выглядело более реальным. Благодаря этому они могут получить еще больше кредит, чтобы создать еще большую эффективную фирму, джип-шираки и так далее. И так все продолжается, пока их не грохнут. Однако на самом деле с начала 90-х развернулся вполне реальный процесс покупки и продажи товаров, минеральных ресурсов, промышленных предприятий, потребительских товаров. И для того, чтобы понять эти транзакции, мы нуждаемся в более дефицитированном и экономически здравом анализе. Мечта о транзиции с точки зрения реформаторов, идеалистов в Москве и Вашингтоне состояла, конечно, в возвращении советской территории в рамке единого и интегрированного мирового рынка. Экономические теоретики в целом любят представлять рынки в их идеальной форме, в которой информационные потоки соединяют вместе всех игроков, позволяя продавцам и покупателям устанавливать правильные рыночные цены на товары, циклирующие на рынке. В действительности же транзакции состоят также и в обмене информации относительно ценностей, которые вовлечены в этот процесс. Чем быстрее потоки информации, тем эффективнее становится рыночный обмен, ведущий ко все более конкурентной и эффективной академической деятельности. Либеральная версия утопии – это совершенный рынок, который производит товары наилучшего качества по наиболее низкой цене и распространяет там, где в них нуждаются, не создавая избытка или нехватки. Но настоящие рынки не идеальные. И далее гораздо легче делать деньги в неидеальных рыночных обстоятельствах, нежели в идеальных. Чтобы понять, почему это так, нужно думать не в терминах теории идеального рынка, а скорее в терминах теории арбитража. Арбитраж держится на асимметричных рынках. Скажем, можно купить 200 тысяч тонн никеля по государственно-субсидированной цене, а потом его продать на открытом мировом рынке. Рынок терпит некоторый ущерб в плане эффективности, но тот, который проводит эту транзакцию, делает много денег. Это, а не финансовая пирамида, лежала в основе российского бизнеса 90-х. Разрыв между, с одной стороны, советскими и постсоветскими рыночными обстоятельствами и с другой глобальными обстоятельствами был поводом для множества арбитражных транзакций. Ключ к арбитражу – это сосуществование двух систем ценностей. Конечно, арбитраж должен постепенно закрывать разрыв между этими двумя системами. Каждая транзакция, мы помним, это обмен информацией. Но что происходит, если можно держать этот разрыв открытым, чтобы заниматься подольше арбитражем путем государственной политики субсидирования или инсайдерской торговли, или мошеннических аукционов. История 90-х в России – это рассказ о том, как разбогатели российские элиты благодаря государственной политике поддержки условий для масштабных арбитражных транзакций. Мы, конечно, могли бы продолжить дискуссию об экономических этих механизмах. Но вместо этого давайте обратим внимание на соответствие или аллегорию, или параллелизму между арбитражем и постмодельнистским подходом к политическим ценностям и общественному знанию. Для примера мы можем вернуться к Роману Пелевина, в котором ключевой принцип рекламной деятельности – это производство прибыли от перевода символического капитала из одной системы культурных координат в другую. Один яркий пример этого принципа можно найти в виде плаката, который висит на стене в квартире коллеги татарского Ханина. Там висела репродукция сталинского плаката. Тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми весело синело здание университета. Плакат был явно старше татарского лет на 20, но распечатка была совсем свежей. Это один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал, Азиат Лханин. Видишь, там серб с молотом был и звезда, а он их убрал и в местник поставил кока-кола и кока. Действительно, с удивлением сказал татарский. И ведь не замечаешь сразу, такие же желтенькие. Мне особенно нравится в этом примере то, как он открытым образом указывает на свой долг перед известными предшественниками, художниками соцарта Камаром и Меламидом, показывая, как эти постсоветские рекламщики пользуются опытом этих более идеалистически настроенных постмодельнистов, произведения, которые оригинально направлены были на разоблачение идеологических конструкций, чтобы теперь продавать кока-колу. Подобным образом политическая культура 20-х и 2000-х пользовалась разрывом между постсоветской ценностной системой и западной системой, чтобы генерировать прибыль. Во многом, конечно, российская политическая культура эпохи Путина похожа на политическую культуру Запада. И ту, и другую можно описывать, как циничная манипуляция общественным знаниям, чтобы производить легитимность. Но российская ситуация отличается от западной его масштабным применением медиа-арбитража между российскими культурными ценностями и западными системами. Это стало совершенно ясно после 2014 года. И подобное наблюдение возвращает нас к видеоклипу, с которого я начал этот доклад, который ярко иллюстрирует эти стратегии постмодельнистского ценностного арбитража. Давайте посмотрим еще один фрагмент. 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 И наконец, давайте заметим, что главная цель этого видеоклипа – это не убеждать зрителей в правдивости какой-нибудь российской версии действительности, а наоборот доказать, что никаких истин нет и что единственная мудрая позиция – это идентификация с государственным цинизмом и недоверием ко всем медиагенерированным действительностям. Это государственно субсидированная теория заговора. В заключение, наблюдая, как российская медиа-медафизика участвует в глобальных постмодельнистических трендах, мы все-таки должны одновременно иметь в виду специфику российской ситуации. Российский телезритель живет в совершенно другом мире, нежели западный медиа-потребитель. На Западе то, что называется постмодельнистский медиаландшафт – это какофония разнородных версий потоков, голосов, вариантов, в котором довольно много разных источников авторитета и в котором государство может лишь балансировать, стратегически вмешиваясь в хаотическую общую динамическую систему. В подобной ситуации медиа-потребителя, даже если он цинически настроен насчет производства медиа-действительности, довольно трудно рекрутировать в какую-либо отдельную конкретную теорию заговора. В российском случае мы имеем дело с борьбой между двумя противоположных систем фабрикации действительности. Это динамическое равновесие, которое экспертно производит российская государственная медиа-система, чтобы поддерживать идеальные обстоятельства для политического арбитража. Какофония общей медиасферы заглушается доминирующей дихотомией между западными и отечественными СМИ. Именно этот механизм загоняет медиа-потребителя в участие в коллективный государственный цинизм в авторитетной теории заговора в сердце Флиг-Кунцверк Путина. Александр Панченко, потом Слава Морозу. Кевин, спасибо большое за интересный доклад. У меня два коротеньких на самом деле вопроса. Тут действительно много об этом можно говорить. Во-первых, мне кажется, важно помнить, что теории заговора имеют особую эмоциональную субъективность. И в этом смысле, когда современная социальная теория ценностей довольно разнообразна, и сюда нам не надо погружаться. Не кажется ли тебе, что тут есть некоторое противоречие между прямым эмоциональным эффектом и той экономической моделью, которую ты предлагаешь? И второй вопрос, а насколько вот этот путинский постмодернизм отличается от того, что нам предлагает Юрчак в своей книжке про последнее советское поколение? То есть так ли велика дистанция между позднесоветским модернизмом и постсоветским постмодернизмом? Спасибо. Прекрасные вопросы. Ну, во-первых, я не совсем понял, на самом деле, первый вопрос. Потому что мне кажется, вот эмоционализм, эмоциональный как-то эффект этой схемы относится на самом деле к искусственному этому разрыву между западными вот там медиапредставлениями и отечественными здесь. Так что это поддерживает, мне кажется, всеобщее ощущение, что медиа льжет, что нету никаких правдивых вот там представлений о действительности. Мне кажется, это именно тот эффект, который вот хочет вызывать российское государство в данном случае. Это очень сильно отличается от ситуации 90-х лет, когда, мне кажется, арбитраж работал немножко иначе. Так что я вот соблюдаю немножко вот как-то развитие вот этой системы, но это все-таки одна система. Но после 2014 года все-таки это вот отношение российского как-то масс-медиа к западным источникам информации, это вообще вот сплошь и рядом, это просто вот конспирология. Нет? Да нет, с этим я согласен, просто мне кажется, что существует, ну если мы вообще говорим о том, каковы-то, скажем так, диспозиции в отношении реальности, особенно диспозиции того конечного потребителя, вот этого простого гражданина России, к которому вроде бы это все обращено, то вообще говоря, можно задаться вопросом все-таки противопоставления лжи и истины и прямой эмоциональный эффект, там, не знаю, обиды, восхищения, страха, whatever. Это вещи прямо связаны или нет? То есть когда человек смотрит на то, как там ему, когда человеку говорят о том, как украинцы распинают младенца, задумывается ли он о том, истина это или ложь? Или этот месседж ориентирован на как бы прямой эмоциональный эффект без какой-либо интеллектуальной цензуры? Вот что я имел в виду. Как я сказал в докладе, мне кажется, есть вот разные эффекты для разных сегментов населения. Не исключено, что есть вот там как-то простой эффект конспирологии, вот эта государственная конспирология, которая вот вызывает месседженальный эффект. Но я думаю, что для политических элит, для технократических классов России на самом деле есть совсем иной эффект, и это эффект на самом деле дискредитации вот медиасферы вообще с идеей, что вот там тут есть убежище. Убежище это вот цинизм, который спонсируется государством тоже, и который представляет такое вот коллективное, коллективную позицию мудрости. Вот так. И вот это как-то коллективный цинизм только и создается здесь. Я не вижу это в других местах мира, я не вижу это в Америке. Это вот, мне кажется, особый эффект. Насчет второго вопроса, насчет Юрчака. Ну вот Юрчак очень как-то подробно описывает на самом деле вот систему ценностей позднесоветского как-то человека, который живет вне, в так называемой зоне. И это человек, который, конечно, отказывается от поверхностной действительности, но все-таки у него есть глубинные истины, в которые он действительно верит, он занимается этими глубинными истинами сам по себе. Тоже вот есть очень интересное, мне кажется, сравнение между вот как-то сознанием насчет, например, вот масс-медиа и СМИ у позднесоветского, по крайней мере, интеллигента. И мне кажется, вот Юрчак все-таки вот описывает более или менее вот как-то городскую среду как-то разочарованной интеллигенции. А вот это люди, которые, конечно, вот там решили, что вот все, что говорится в государственных СМИ, в газетах, по телевидению в Советском Союзе, это ложь. Но тем не менее они верили, что вот то, что говорится вот на Западе, BBC и так далее, это все более или менее вот факты, объективные как-то знания, это правда. Этой системы больше нет. Ну и это тоже вот позволяет нам думать, что вот эти люди, они все еще существовали в мире, где вот правда была и что можно было понимать, где она находится довольно просто. Просто они жили в государстве, где эта правда пряталась, скрывалась намеренным образом от них. Но это совсем, мне кажется, другая ситуация, чем та, которая здесь сейчас. Да, я может быть бы добавил, может как раз отчасти в своем докладе на больших баннах в Москве как раз говорил, соотносился с этой моделью Юрчака. Мне это кажется, что тот оптимизм и те надежды, которые он инвестирует вот в этот позднесоветский язык через то, что он описывает зоны вненаходимости, перформативный сдвиг, вот этот вот как бы разрыв между буквальным значением и теми новыми там вот смыслами, которые в результате перформативного сдвига производят эти позднесоветские субъекты, что сейчас, к сожалению, мы уже не можем возлагать надежды на эти зоны вненаходимости и перформативные сдвиги, потому что все эти процедуры полностью освоены и доведены до блеска доминирующим дискурсом, гегемониальным языком. Собственно, вот, не знаю, представители, официальные представители Следственного комитета, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, это в принципе по большому счету есть те, то самое последнее советское поколение, которое идеально осуществляет те самые эмантипаторные, значит, процедуры, которые Юрчак описывает как разрушительные для позднесоветской системы, но вот они абсолютно вписаны в пост. Вот почему-то такая вот там ужасно ироническая ситуация, вот все-таки вот это Гройс, который участвует и Томас Эпштейн, которые вот там верили в эмансопорную энергию, да, вот подсмельнистского подхода к действительности, да, вот если мы все будем на самом деле вот там, если мы все выбросим как-то нашу ложную веру в медиасферу, тогда мы придем в идеальный мир, где вот мы можем осуществить нормальную демократическую систему ценностей и будем жить вечно и хорошо. Наоборот получилось, да, к сожалению. Вот есть вопрос у Вячеслава Морозова. Да, я сформулирую одно простое наблюдение и попрошу вас отреагировать, потому что может быть я просто не понял основной тезис доклада, просто если посмотреть на то, что вы сказали глазами Михаила Соколова и с точки зрения его критериев, с которыми я в общем согласен, то вы сформулировали очередную теорию заговора. Ну да. То есть большая группа людей, пытающаяся обмануть общество, манипулировать в течение длительного времени и так далее, все критерии на месте. Абсолютно. Совершенно верно, да. Не, но я начал с того, чтобы сказать, что вот там теория заговора это вот более или менее вот реалистический поход к действительности. Вот я стою здесь с Фукоу, он мой авторитет со 16 века. Это вот не секрет, что вот у государства есть вот всякая технология, чтобы управлять общественным мнением. Вот это, вот кто сомневается в этом? Кто-нибудь здесь сомневается в этом? Поднимите руки, да. Они все время это делают. Как? Давайте много вопросов подъем. Да, да, безусловно. Да, но Жанна, да? Спасибо большое. На самом деле, если говорить про, вот, говори, перчекая про ненаходимость, конечно, такие локусы есть. И как и в случае, который он описывает, это всегда те люди, которые пытаются построить эгалитарное сообщество, это вот Анастасийцы, про которых я вчера упоминала и так далее. Это всегда бывает. Но у меня вопрос тоже такой, вот, может, продолжение того, о чем стал говорить Саша, а может, не только этого. Вот он, вы показывали клип, который кем произведен, какая его аудитория. Это очень интересно. Потому что когда вы говорите про медиапространство, а про что конкретно вы говорите? Вот вы начали свой доклад с того, что Костя Богданов, который большинство здесь знают и очень любят, отреагировал на то, что это очередная гадость и вообще ничего на это смотрит. Значит, видимо, он находится в каком-то другом мире. И, видимо, он такой не один. То есть просто, да, когда мы говорим про политическую культуру, то мне больше нравится, когда говорят о том, что когда мы говорим про политическую культуру, что она есть, что и государство, у которого есть какая-то логика и вообще какое-то движение вперед. Мы тоже создаем некоторую теорию заговора, потому что на самом деле в основном вещи происходят хаотично и случайно. Ну да, можно сказать. Но, собственно, мой вопрос все-таки вот такой вот. Ведь медиапространство, оно разное. То есть есть четвертый канал, который я вчера показывала, есть первый канал, а есть газета «Коммерсант». Другая история. Есть вообще-то еще радио. И это тоже медиазона. И есть люди, которые в каком-то смысле могут быть исключительно свободны с того момента, когда они говорят, я знаю, что там какая-то ложь, я сам выбираю, как я получаю свою информацию. И в этом смысле, когда мы говорим, что все ложь, мы оказываемся в зоне очень серьезной свободы, серьезного выбора, очень либеральной ситуации, в которой мы находимся в действительности. И еще вот, собственно, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали вот такую вот вещь. Один там наш коллега, которого, может быть, вы знаете, это Матайя Спелкманс. Он работает в Лондонской школе экономики. Он недавно выпубликовал статью в соавторстве со своим бывшим студентом, имя, которое, к сожалению, не помню. Это статья про теорию заговора. И он, в общем, в целом, идея следующая. Он говорит, что теориями заговора называются то, те идеи, объясняющие устройство мира, за которыми не стоит государство, власть. Когда государство производит теорию заговора, это не теория заговора. Вот, собственно, у меня два вопроса. Первый вопрос про то, откуда взят клип и как вы видите себе аудиторию этого конкретного клипа и про разнородность аудитории вообще. Насколько государство вообще сильное, что такое государство? В этом я следую, Саша. А второй вопрос, что вы думаете про то, что вообще-то является теорией заговора и как это связано с властью? Да, ну, насчет второго вопроса. Я просто даже не понял, на самом деле, вот те из вас и вашего коллеги. Мне кажется, это совершенно как-то ложно. И вот ситуация здесь доказывает прекрасно, что вот теории… Ну, и Фуко тоже говорит об этом, на самом деле, что с 16 века государство – это самые плодотворные произведители ложной информации. Это часть стратегии менеджмента общественным мнением. Так что я не совсем понял вот этот тезис. Насчет того, откуда я взял этот клип, я взял из ленты одного школьного друга, то есть мужа школьной подруги моей жены. Он живет в Белгороде. Я хотел, конечно, включить этот анекдот. Я очень благодарен за вопрос, потому что я могу рассказать. Так что вот как это случилось? У нас с женой, конечно, очень много френдов, так что мы не следим активно за все, вот как-то все, что происходит. Очень много чего не видишь в Фейсбуке. Но почему мы смотрели именно на Фейсбук этого парня? Потому что его жена, подружка моей жены, она занимается йогой. И она вот представляет, очень неуэйджевский человек. И она вошла в контакт, в личку написала вот моей жене, потому что моя жена вывесила какой-то рассекреченный документ насчет семьи Гагарных, который распространялся на прошлой неделе, на позапрошлой неделе в сетях, где объяснялось, сколько чулок, пар чулок, или чулков нужно называть, чулок, сколько костюмов и так далее уделяется в семью Гагарных. А вот подруга моей жены пишет ей в личку, говорит, что почему ты переполнена завистью, не надо обращать внимание на такие вещи, это все как-то несерьезно, надо отойти от этой злобы. «Карина, я очень хочу поднимать тебя во свет». А потом моя жена объясняет, старается как-то объяснить, что нет никакой злобы здесь, мы просто интересовались историей и обсуждали этот документ с нашими детьми вокруг стола. А потом отвечает подруга, говорит, что ты знаешь, Карина, нет никакой истории. История – это просто сплошь, это просто фабрикация, это ложь, это постоянная ложь. Ну, вот это прекрасный пример того человека, который чувствует эту свободу, она не верит ни во что, она уверена, что все ложь. Ну, а потом мы посмотрели на ленту ее мужа, и там висит именно вот этот ролик, который, мне кажется, прекрасным образом сочетается с этой ситуацией, вот с этой Евгенией, которая висит в воздухе, действительно, это ненаходимость, вот там нью-эйджевская версия, и муж, который тоже находится в государственной необходимости. Это вот сочетается довольно хорошо. Насчет этого вопроса, ну, конечно, вот это просто маленький клип, я не могу сказать, что это вот идеальное представление о мейнстриме. И это, конечно, немножко смешной ход сказать, что тот факт, что Константин Богданов говорит мне, что это обычная мерзость, это доказывает, что это мейнстрим. Я не знаю, мейнстрим лет или нет. Но я хочу сказать, что здесь в России с масс-медией намного как-то менее сложная ситуация, чем вы описываете. Я недавно думал об этом, опять, когда я писал вот этот последний абзац, что у нас там в Штатах, что это за постмодернский ландшафт медиа пространств. Это ситуация, где у нас сотни источников информации, сотни источников новостей, которые все соперничают друг с другом, и у большинства которых есть определенные политические позиции, о которых мы все знаем. Что у вас здесь? У вас что-то, которое очень напоминает мне, вот ту медиасистему, с которой я рос, где есть три канала, где три авторитетных фигуры, то есть диктора, которые все более или менее говорят одно и то же. Это Уолтер Кронкайд, как их другие, Brocar и вот третий, я забыл. И они все говорили вот там одно и то же, и можно было переключаться из одного канала в другой, но это более или менее один единственный мир. И, конечно, вот там россияне, которые живут в городе, у них есть много, могут масса выбора и так далее. Также те, которые живут в деревнях, у них тоже есть смартфоны и так далее. Но, тем не менее, можно посмотреть на статистику Левады и понимать, что когда спрашиваешь у нормального человека, который живет где-то в деревне, он скажет тебе, что откуда он берет то, что он знает о мире, он берет это из телека. И телек в деревне не показывает 900 разных источников информации, показывает три, которые более или менее, как симфония, представляют одну картину мира. Так что я вот не совсем согласен, что это вот как-то… Голи был не сперва. Голи был не сперва. Я уверен, что нет. Я старался очень, на самом деле, я потратил 15 минут скорее на то, чтобы определить, откуда это. Я не смог. И я был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь сказал мне, откуда именно этот клип. Это похоже на вот РЕН-ТВ, мне кажется, очень много делает подобной продукции. Еще вот этот третий, настоящий мистический что-то такое. Мне кажется, что это по стилистике вот РЕН-ТВ. Но опять-таки, вот это мой главный тезис все-таки, это не, что вот нет никаких медиа свобод здесь. Есть очень много, на самом деле, разных источников информации. Но то, что я сказал в конце, это что вот заглушается, вот это как-то какафония этими вот главными мотивами. И главный мотив сейчас, это вот там это вот противостояние вот там этого и этого. Этого и этого. Значит, ну, первым должен был бы быть Виктор Шнерима, но уже микрофон ближе к Ольге, бессмертный, поэтому пусть так и будет. Спасибо. Кевин, мне очень понравилось, но вообще говоря, ваша знакомая, на которую вы сейчас ссылались, она кое во что верит все-таки? Она верит в то, что все ложь. Да. И вот это... Ее муж тоже. Да, то, что... Мы сейчас говорим вот об этом пространстве политическом, да, и то, что голос женский, я думаю, направлено на то, чтобы все-таки вот эту сугестивность усилить и заставить верить в то, что говорится правда, которая заключена в том, что все ложь. Да. И не оказывается ли это... Не оказывается ли... Мне как раз кажется очень убедительной ваша конструкция. Не оказывается ли, что вместе с тем она разрушает то, о чем говорил Михаил Соколов до этого, поскольку до сих пор мы имели дело с такими заговорами, где есть правда, которую надо открыть, да, вот со структурой детектива или триллера. А здесь ее и не надо открывать, мне кажется. Да. Я согласен. Это то, что я старался более или менее вот сказать. Правда не главное здесь. Разоплачение правды. Ну да. Хорошо. Виктор Шнирельман, потом, да, Анжелика Артюх, да, ну Михаил Соколов, у которого, естественно, тут же возникла ответная реплика. Ну хорошо, ладно. Сами виноваты. Будем сидеть здесь до ночи. Давайте. У меня вопрос о методике. Я вполне допускаю, что вы правы, когда вы обсуждаете то, что идет, так сказать, сверху, через медиа. Тут из ваших материалов это следует как бы. Но ваши материалы, как я их понимаю, мне непонятно, как они дают нам какие-то основания для суждения о том, что думает общество, как общество воспринимает эти сигналы. Вот тут у меня большие вопросы. Потому что, если мы смотрим данные соцопросов, то мы все-таки видим разброс. Мы видим большой разброс все-таки. Люди по-разному воспринимают эту информацию. Это первый момент. А второй момент связан с вопросом о цинизме. Даже если общество и воспринимает эту модель. Один и тот же это цинизм или это разные цинизмы. Вот в чем все дело. Чтобы было понятно, я приведу такое советское выражение, которое мы все в свое время использовали. если государство думает, что оно нам платит, пусть оно думает, что мы работаем. То есть тут два цинизма. Со стороны государства один цинизм, со стороны общества он другой. Нет, нет, это прекрасные вопросы. И, конечно, я сказал в докладе, что я вот там не знаю, вот как воспринимает вот это российское население и вот можно и так, и сяк. Мне кажется, вот вообще вот там государственные источники меди вот и здесь и на Западе вот они понимают, что вот как-то медиа информация это устраивается как смарт-бомб. Есть очень много разных целей и можно вот устраивать вот эту систему, чтобы это вот действовало по-разному для разных потребителей. Я не социолог, я не провел вот национальные исследования, я не знаю, как я понимаю вот этот клип и кто видел этот клип. Так что не могу ответить сейчас на это. Я подозреваю, что больше цинизма, чем веры. Я вот там не думаю, что вот там даже в глушах русский потребитель медиа верит в этот чушь. Я думаю, что вот цинизм это вот скорее всего как определяет отношение практически всех. Но мне очень нравится вот идея, что есть разнородный цинизм. И это тоже вот там интересный пункт и это вот проблема тоже для социологии или для историков. Потом вот кто участвует в этой системе и почему на микроуровне. Это прекрасные вопросы. Да, хорошо, еще вопрос. Можно ну вот вы выключили как раз. Когда мы говорим о борьбе телевизора и холодильника и вот как бы есть разные группы населения, есть как бы интеллектуалы, с которыми мы обычно общаемся, да, и вот мы знаем примерно, что люди думают в наших кругах, да, и есть некая такая масса для нас закрытая, людей, там, таксисты какие-нибудь, сантехник, которые приходят, которые не совсем понятны, да, то есть мы не можем проникнуть в это сознание, которое, про которое мы знаем, что оно, наверное, не критичное, да, то есть оно не обладает вот этим цинизмом, который происходит из желания любую, как бы, вот информацию приходящую каким-то образом подозревать в том, что, наверное, это вранье. Вот в условиях, когда, так сказать, действия телевизора приводят к тому, что холодильник постепенно пустеет, и вы заходите в супермаркет и видите, что все меньше и меньше товаров на полках, можно ли предсказать, что вот эта вся замечательная постмодернистская конструкция рухнет в какой-то момент? Да, конечно, есть реалити эффект, мы все должны жить в нашей действительности, и, конечно, если вот то, что показывают телевизору, не соответствует с нашей реальностью и действительностью, тогда вот возникают, естественно, вопросы. Хотя вот всегда можно вот там обработать как-то телесигналы, чтобы вот… Я не знаю, вот пока не перестало работать. Михаил Соколов. Мы можем надеяться. Да, да, я вижу. Два вопроса на уточнение. По уточнению. Вопрос первый. Все-таки заговор или не заговор, в смысле, отвечает ли это критерием такого полноценного заговора? Итак, что происходит? Вариант первый. Сурков хочет доказать, что западным, а вообще, она коллективной, западным СМИ нельзя верить и публикует разные разоблачающие ролики про то, как они обманывают население. А заговор второй. Это такой суперзаговор, который демонстрирует свое собственное присутствие, чтобы показать, что никаким СМИ нельзя верить. Ни государственным и нам, и этому ролику вы не верьте, вообще ничему не верьте. А во втором случае, в первом случае, это, собственно, то, что люди перестают верить в масс-медиа, это неожиданное, непредвиденное последствие. Мы так долго опровергали всех, что в конце концов нам тоже перестали верить, потому что мы ничем от них не отличаемся. Во втором случае, то, что перестали верить всем, включая государственные каналы, это заранее запланированный эффект, что на самом деле имеет место. А второй вопрос, это по поводу того, что является следствием на ситуацию потери доверия к телевизору. Вот есть такая классическая, то есть, про то, что это изобрели в Советском Союзе, как ни странно, я знаю текст, про то, что изобрели не в Советском Союзе, и от автора, меньше всего, заподозренного в постмодернизме, толку до Парсонса. Парсонс, объясняя маккартизм в Америке, рассказывает буквально следующее. Маккарти говорит простому американцу, там есть эти чертовы интеллектуалы, которые рассказывают какие-то сложные, невероятные вещи, что все в стране надо поменять, но на самом-то деле половина из них коммунисты. И ты, простой американец, никогда не разберешься в том, какой из них коммунист, какой не коммунист. Как же понять, который коммунист, а который нет? А нужно верить тем, кто поклялся тебе в лояльности перед американским флагом. Нужно верить своим, нужно верить таким, как ты. В ситуации неопределенности, когда не хватает культурного капитала, чтобы разобраться, нужно опираться на социальный капитал. Этих слов у Парсонса нет, но имеют в виду примерно это. Сначала имеет место грандиозная инфляция веры в масс-медиа, в науку, а потом происходит дефляция, когда люди перестают верить всему, кроме такой вот примордиальной очевидности. Ты свой, ты стопроцентный американец, поэтому ты наш. И когда вы вначале говорили про то, что реакцией на все это является идентификация с государством, не верю я в масс-медиа, вот ничему не верю, от отчаяния поверил Путину, потому что если он предаст меня, если Путин предаст меня, все, жизнь кончена, а если не предаст меня, то я его тоже не предам. Это вот один эффект. А второй эффект это ситуация, когда и Путину я не верю, и вообще телевизор, и на площадь я не пойду, ни за то не пойду, ни за то не пойду. И я не понял из доклада какую реакцию вы считаете преобладающей, или тем более какую реакцию вы считаете срежиссированной вот этим гипотетическим коллективным Сурковым, если он заключался. Нет, это вот прекрасные вопросы, которые, мне кажется, захватили все возможные варианты, и это, мне кажется, вопросы к будущему. Я писал, как играется в эту игру, какая реакция будет российского населения, в какой момент они решат, что все-таки это убежище, идентификация с государственным цинизмом, потому что мы знаем, что это так, как работает наше государство. Наше государство это государство, которое делает все правильно и не говорит нам о том, что оно делает. Мы верим в это, потому что нету альтернативы. И мы все-таки любим наше государство, мы любим Путина, и мы верим, что все-таки это наше государство, мы россияне. Почему мы россияне? Потому что мы любим Путина, и Путин, почему наш вождь, потому что мы его любим. Это последнее звено. В какой-то момент, может быть, это и лопнет. Я не знаю, в какой момент это лопнет. Может быть, это лопнет в момент, когда холодильник слишком долго будет пустым. Но, может быть, это лопнет в момент, когда слишком много будет прочитано книг. Ну, я не знаю. То есть мы предполагаем, что коллективный Сурков генерирует абсолютно бессмысленно, неправдоподобный контент по телевидению, чтобы отбить веру в телевидение, предполагая, что когда люди перестанут верить в телевидение, они по-настоящему верят в Путина. Или это все-таки не то, что я сказал? Это не то, что я сказал. Я сказал, что тут есть много уровней. Есть, конечно, те, которые верят в то, что показывают по телевидению. Я это сказал. И есть тоже вариант прочтения этих текстов, где на самом деле у нас есть лидерфикации с продюсерами, с государством, который делает явно ложные конструкции, потому что мы тоже верим, что нет явно истинных. Где разграничения между этими разными эффектами? И вот тоже это разграничение между разнородными уровнями цинизма, я не знаю. Мне кажется, это вопрос к социологии, но мне кажется, социологи тоже с трудом будут отвечать на подобные вопросы, потому что спросить человека о его цинизме очень сложно. Так что надо пока будет ждать, мне кажется, и историки будут разбираться в этом через 15 лет. Хорошо. Теперь, наверное, два коротких вопроса от Анжелики и Артема Магуна. А то вот люди, которые не задают вопросы, обижаются на тех, кто задает вопросы, и обвиняют меня в том, что я не знаю слово регламент. Кевин, спасибо большое за очень интересный доклад. И у меня вопрос, который на самом деле волнует меня, и я пока не очень знаю, как на него ответить, но ваш доклад спровоцировал меня его задать. Вы в своем докладе все время выстраиваете довольно жесткую оппозицию, как бы Россия-Запад, тем самым, как бы отсылая нас еще к риторике времен Холодной войны. Между тем, в современной ситуации, в эпоху глобальных медиа, и той самой информационной войны, отчасти о которой вы говорите, есть огромное русскоязычное пространство, которое, с одной стороны, транслируется далеко, скажем так, не тем Западом, который вы, я подразумеваю, имеете в виду, а, скажем, странами Прибалтики, Израиля и так далее, не говоря уже о том, что сам Фейсбук представляет собой западную идею, как бы транслируемую в глобальном пространстве. Вот что делать в этом случае с этой, грубо говоря, вот той бинарной оппозицией, которую вы выстраиваете? Как, так сказать, с ней быть? Бинарная оппозиция – это всегда просто как-то медиа конструкция, которая упрощает ситуацию, чтобы устроить какие-нибудь там политические эффекты. Так что вот идея, что вот там все, что вот здесь отличается от всего, что там, что наши ценности вот отличаются от тех ценностей, это все-таки, да, это конструкция. Но это конструкция, которая помогает вот определить местное значение тех как-то идеологем, которые выставляются в подобных роликах, как это. Так что вот, ну, насчет этих определенных населений, да, вот там Прибалтики, Прибалтика, к сожалению, и я вот там довольно хорошо знаю это население, потому что я работаю отчасти над этим. Вот мне кажется, вот русские или русскоговорящие в Прибалтике участвуют более-менее в медиа сфере российской фторации, не очень сильно отличаются в их взглядах на мир от россиян. В Израиле немножко иначе вот обстоит дело. И там, конечно, но опять-таки вот там, вот даже идея, что есть как-то объединенное русское общество в мире и что вот нужно считать и вот там разбираться в нем как в одном объекте. Это тоже вот проекция политической власти. Вот политические границы создают общество. Они проектируются, эти границы, вот политическими институтами, чтобы создавать как-то представление об общности культуры. Там, где вот на самом деле есть только разнородные группы, разнородные коммуны, разнородные географические территории и так далее. Так что я не совсем понимаю этот вопрос о том, что нужно отдать отчет насчет того, что верят в Латвии, в Риге или в Израиле. Мне кажется, там может быть совсем другие обстоятельства. Просто физический письмок на самом деле довольно разнородная информационная пространство. Ну, конечно. Это еще так же формирует общественное мнение не менее сильно, чем, скажем, телевидение. Ну, да, да, но посреди, мне кажется, определенных кругов. Тоже вот потому, что я вот там знаю о Фейсбуке. Фейсбук – это тоже очень как-то сложный ландшафт, где вот там люди создают свои круги общения. И это в основном гетерогмогенные круги, где вот там человек получает ту информацию, которую он хочет получать от тех френдов, которые соответствуют его мнениями уже. Так что, да, вот там Фейсбук – это не создает как-то демократический ландшафт, где ты получаешь информацию отовсюду, из Китая, из Риги, из Израиля. Это создает ландшафт, где человек получает информацию от своих френдов, которые более или менее вот похожи на него. Да. Артемий, последний вопрос, и мы все-таки прервемся на… У меня скорее комментарии. Ну, во-первых, дискуссия показывает, что действительно многие присутствующие являются сторонниками теории спонтанности, о которой я говорил вчера, да, и которые точно так же неверифицируемы, как и теория заговора. Вот. Во-вторых, присутствующие, многие явно не знакомы с классическими теориями цинизма, типа теории Жижика. Вот. И вопрос, собственно, заключается в том, почему Кевин не сослался на него и на, соответственно, какую-то уже классическую критику постмодернизма, которая прозвучала еще и в 90-х годах. То есть, скорее вопрос в том, есть ли действительно какое-то эмансипаторное содержание у постмодернизма. Потому что, как ты знаешь, Джеймисон и Жижик, они, в общем, довольно быстро выступили с тем, что какое эмансипаторное содержание. Это порождение абсолютно конформного субъекта, который действительно за счет того, что он все критикует, он во все верит. Ле нон дю пэх, как говорил Лакан. Значит, либо, может быть, под постмодернизмом имеется в виду, на самом деле, два разнородных феномена. Один – это Пригов, то есть высокий такой концептуализм, играющий с означающими. Немножко Пелевин это делает. Другой – вот такое, как бы, ироническое порождение самых различных миров и так далее. То есть вот существует ли постмодернизм, в данном случае, как единое явление. И еще я хотел сказать, что все-таки вот за всем этими симулякрами, там, Бадрияром и так далее, все-таки есть какая-то субстанция, в которую люди верят, и в России тоже. То есть дело не обстоит так, что они вообще ни во что не верят, и поэтому, ну, просто по приколу выбирают тот или иной нарратив. А они верят, конечно, в одну вещь, как мне кажется, в силу. В силу и власть. Вот. И поэтому хороший нарратив – это нарратив, который, как бы, в который верят остальные, и который произведен убедительно, и который еще лучше показывает, ну, мощь автора, который сумел его передать по Первому каналу, там, и так далее, и задавить своих оппонентов. То есть, поскольку человеку не хватает вот этой власти, то он поддерживает, и он не верит, конечно, в содержание медийной картинки, он, тем не менее, поддерживает ту картинку, которая, как ему кажется, во-первых, показывает власть ее автора, а во-вторых, ему самому, как члену комьюнити, да, придает власть. Потому что это националистический миф, националистический нарратив. Да, 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 я согласен с этим. Согласен, на самом деле, что вот там решающий эффект, в конце концов, подобных примеров, как вот этот клип, это все-таки вот проекция вот эстетики, да, вот мы любим это, потому что красиво, в каком смысле? Красиво, что соответствует с нашими идеями о том, как этот клип должен вот выглядеть. Там должна быть как-то тетя с таким голосом, который говорит убедительно. Должны быть такие эффекты из PlayStation, да, должно быть как-то вот это вот серьезное, вот там, я не знаю, вот противостояние политических объединений, и мы должны идентифицироваться… Смертные знания. Да, это все, да, точно. Насчет классического, классические критики вот постмодернизма, я вот там ссылался, просто ты не заметил, когда я сказал, что общеизвестно, что есть злокачественные и доброкачественные варианты вот постмодернизма, я вот, это вот именно то место, где должны быть ссылки и на Джеймисон, и на Жижика, но и тоже на вот разный… На Слоттердайка, вероятно. Да, на Слоттердайка и так далее. Так что это все будет, но нельзя вот все рассказать в одном эссе. Так… О. 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 Продолжение следует...